Уважаемые студенты, мы продолжаем изучение курса «Новая история стран Европы и Америки». Мы завершаем изучение модуля, связанного с темой Англии в новое время. На прошлой лекции мы с вами говорили о том, как в Англии произошла славная революция и на престол вступил Вильгельм Аранский под именем английского короля Вильгельма. В результате в Англии образовалась та система власти, которая существует в основе своей до сих пор – это конституционная монархия. Эта славная революция происходила в конце 1688-1689 годов, а уже в октябре 1689 года был принят целый комплекс законов под названием «Биль о правах», который устанавливал в Англии систему конституционной монархии, в которой король имел свои права и полномочия и привилегии. Парламент имел свои, и со временем полномочия короля все уменьшались, а фактически со временем во главе Англии будет стоять уже премьер-министр, лидер крупнейшей партии, которая победила на последних выборах в парламент. А сейчас вы знаете, что монархия в Англии играет, ну, скорее, такую, знаете, декоративно, так сказать, функцию такую представительскую. Королеву нынешнюю ее уважают и почитают многие в мире и в Англии, но тем не менее реальная власть все-таки в руках у премьер-министра. Итак, план нашей сегодняшней лекции. Мы с вами поговорим о том, какие гражданские права получили англичане в результате английской вооружащенной революции, о том, как в Англии произошел в XVIII веке промышленный переворот, кто такие луддиты, и очень важный вопрос образования Великобритании и Британская колониальная империя. Итак, перед нами на экране права англичан в конце XVII века. Я вам их зачитаю. Это удивительный набор прав. Можете мысленно сравнивать с нашими правами, так сказать, людей нашего времени. Итак, в конце XVII века даже самый бедный англичанин был равен лорду и даже королю перед законом. Последний нищий или пират, в принципе, мог стать лордом за особо выдающиеся заслуги перед государством и короной. Частная собственность любого англичанина считалась неприкосновенной и охранялась законом. Англичане были свободны от произвольных поборов и платили только утвержденные парламентом налоги. Тоже сам король не мог войти в дом своего подданного без его согласия. Мой дом, моя крепость, такого принципа, да? Арестованному не позднее, чем через 24 часа должны были предъявить обвинение или освободить от стражи. Содержание под арестом без предъявления обвинения каралось законом. Всех англичан судили по общим законам королевства. Суд был гласным. А факт виновности или невиновности определяли присяжные заседатели, непрофессиональные судьи, сбираемые определенным числом граждан. Англичане служили в армии только добровольно. Вольнонаемные получали плату. Никто не имел права ставить солдат на постой в доме без согласия его хозяина. Поразительный факт, но в Англии в то время войска удаляли от того места, где происходили выборы или шло заседание суда. Чтобы нельзя было оказать никакого давления, да? Англичане имели право на самозащиту и ношение с этой целью оружия. Независимо от происхождения и положения в обществе, англичане обладали свободой слова, собраний, печати, подачей прошений в парламент. Англичане имели право на свободу передвижения. У них не было никакого института прописки. И англичане, не католики, пользовались свободой вероисповедания. А вот такие права были у англичан уже в конце 17-го, начале 18-го веков. И вот наступает 18-й век. У власти в Англии последняя представительница династии Стюартов, королева Анна Стюарт. В 1714 году она скончается, не оставив детей. И согласно специальному закону Билео Престола Наследия, британский престол перейдет представителям Ганноверской династии. Из немецких земель, город Ганновер, собственно говоря. И первые три правителя Ганноверской династии в Англии будут иметь одинаковые имена. Георг Первый, Георг Второй и Георг Третий. Причем два Первого Георга даже не говорили по-английски. При этом, будучи королями Англии, а собственно говоря, уже не только Англии, а и Великобритании. Вот об этом мы сейчас и поговорим. Итак, в 1707 году, 1 мая, в правлении Анны Стюарт, которая одновременно являлась монархом Англии и Шотландии, вступил в силу акт об унии этих государств. Согласно этому акту, парламенты Англии и Шотландии объединились в единый парламент, а сама королева Анна, хоть и оказалась последним представителем Стюартов на троне, зато стала первым в истории монархом объединенного королевства Великобритания. Итак, до 1707 года мы говорим Англия, Шотландия, Моллис и так далее. После 1707 года правильнее говорить Великобритания. И сейчас полное название этой страны, которую мы по инерции, по привычке сокращенно говорим Англия, называем ее так, выглядит так. Объединенное королевство Великобритании и Северной Ирландии. Последняя часть добавилась уже в 20 веке, об этом чуть позже. Итак, установленная актом 1707 года экономическая и политическая уния двух королевств, состоящая также в монархической личной унии, сохраняется до настоящего времени. При этом шотландским актом 1998 года в Шотландии была предоставлена определенная государственная самостоятельность, а с 1999 года в Шотландии вновь действует воссозданный в правах парламент Шотландии. Ну и, конечно же, безусловно, важнейшим событием 18 века для Англии, для Слезового мира, стал промышленный переворот, который подошел в этой стране и отразился затем в общем-то мировом масштабе. Англия стала такой передовой мастерской мира. Здесь производилось огромное количество промышленной продукции, станки, машины. Вот Англия все это экспортировала, так сказать, да, поставляла в другие страны. И затем другие страны, развитые мировые, пошли по пути Англии и совершили свой промышленный переворот. Перед вами таблица с некоторыми из... Здесь не все, их около десятка важнейших изобретений. Здесь только некоторые изобретения эпохи промышленного переворота. Ну, допустим, в самом начале, да, 18 века, Томас Ньюкомен, изобретатель, английский инженер, изобрел пароатмосферную поршневую машину для подъема воды из шахт. 1712 год, напоминаю. Затем Джон Кейй, инженер, изобрел летучий челнок в ткацком станке, который резко поднял произвительность труда в ткачестве. Это было в 1733 году. Знаменитый инженер Харгрифс, изобрел механическую прялку Дженни, названную так в честь его дочери, в которой одновременно работали 15-18 перетен. Год изобретения 1765, и она приводилась в движение рукой. Очень крупное важное изобретение УАТА или УАЙТА универсальная паровая машина-двигатель, которая постепенно вычислила водяной двигатель. И паровая машина была изобретена в 1784 году. Важнейшее изобретение металлообработки, буквально революция металлообработки, это изобретение Генри Моцли, инженером английским, токарного станка, которое произошло в конце 1797-го, и некоторые говорят 1800-й год, в общем, в самом конце 18-го века. И вот сюда в примечание можно было вписать фразу, что это буквально революция в металлообработке, которая в десятки раз повысила скорость металлообработки. Ну и как следствие появления паровой машины-двигателя, изобретение паровозом, английским инженером Стивенсоном, это произошло в 1814 году, и первая железная дорога, можно сюда вписать смело, она называлась Стоктон-Дарлингтон, то есть два английских города связала между собой первая железная дорога. Кстати, вот список литературы к теме по Англии, здесь и Мортон, и Кертман, о которых я уже говорил, Виппер, «История нового времени» под редакцией Чудинова, Миша Нажарова «Становление современной цивилизации», и работа Кенигсбергер «Европа раннего нового времени», где обо всех этих событиях рассказывается достаточно подробно. А мы возвращаемся к правам, то есть, простите, к Британской колониальной империи. И здесь можно сказать, что Британия – это первая страна, которая стала по-настоящему крупной империей. Были империи, конечно же, и португальская, и испанская, и голландская. Но Британская была настолько огромной, что говорили, что на ней никогда не заходит солнце. Надо сказать, что особенностью Британской колониальной империи было то, что англичане не просто захватывали чужие территории, а энергично заселяли их. Основая колонии нового типа, переселенческие, то есть, они везли туда людей. Зачастую поначалу везли каторжников. И вот северамиканские колонии Англии и Австралия поначалу были местом, куда ссылались тысячами преступники, каторжники, и вот они вместе с их охраной и составляли, так сказать, первопоселенцев, так сказать, состав этих новых колоний. И в 1830-е годы британское правительство перешло к политике систематической колонизации, поощряя переезд своих подданных в заморские колонии, проект систематической колонизации был впервые выдан английским экономистом Уэкфельдом. Созданная по его инициативе южноавстралийская земельная компания сыграла заметную роль в колонизации Австралии. Процесс систематической колонизации сопровождался уничтожением коренного населения, в результате чего в некоторых странах колонисты произошли по численности местных жителей. Так произошло в Северной Америке, Австралии, Новой Зеландии, множество англичан переселялось в Южную Африку. Надо сказать, что это вызвало целый взлет такой, знаете, колонизаторской идеологии в английском, британском обществе. Появился термин «миссия» или «бремя белого человека». Это мощно звучит в произведениях Рейдерда Киплинга. Это англичанин, который долго жил в Индии, и он известен всему миру как автор знаменитой сказки о Маугле. И также Киплинг известен рядом с других произведениями, в том числе знаменитым стихотворением. Запад есть запад, восток есть восток, не встретится им никогда, лишь у подножия трона божьего в день страшного суда. Артур Конан Дойль, известный нам по, так сказать, произведениям о Шерлоке Холмсе, написал труд записки о бурской войне и способах ее ведения, где оправдывает британскую колониальную политику и представляет буров такими, знаете, плантатами, такими, простите, рабовладельцами, с чудовищными, уродскими, так сказать, старыми ружьями, которые стреляли там кусками свинца, которые калечили английских солдат, воспевал английское оружие, которое либо легко ранит, либо убивает, наповал и так далее. То есть это поразительно, то есть целый ряд был, так сказать, вот английских писателей, идеологов, которые были действительно идеологами колониализма. Но шаг за шагом население переселенческих колоний добивалось самоуправления. Вот наш следующий модуль будет как раз таки о том, как в Северной Америке 13 британских колоний восстали, стали независимым государством Соединенных Штатов Америки. Многие колонии просто приобретали широкую свободу в решении своих дел. На этой основе сложились самоуправляющиеся колонии, которые назывались доминионами. Доминион – это владение Британской империи. Они имели внутреннюю политику, свои даже парламенты, правительства, но не имели, собственно, внешней политики. Кстати, ее проводила Британская империя. Первым британским доминионом в 1867 году стала Канада. Следующим британским доминионом стала Австралия в 1901 году. По схожей путь проделала Новая Зеландия в 1907 году. И еще одним доминионом Англии после завершения Англобургской войны в 1899-1902 годов стал Южноафриканский союз. У нас, боюсь, нет времени рассказывать подробно об Англобургской войне в 1899-1902 годов. Это поразительная война, где было очень много новшеств, где впервые применялись окопы, маскировочная одежда цвета хаки, где впервые применялись концентрационные лагеря, куда сгонялось местное население, чтобы оно не поддерживало партизан. Бронепоезда, пулеметы впервые массово применялись. Это, в общем, поразительная война. Подробнее на семинаре. Ну и напоследок контрольные вопросы. Первый, что вы знаете о гражданских правах англичан в конце XVII века. Второй, кто изобрел паровую машину? Третий вопрос. Какая династия сменила стюартов на британском троне? Четвертый, назовите первый британский доминион. И, наконец, когда появился термин Великобритания? На этом на сегодня все. Благодарю за внимание. Редактор субтитров А.Семкин